Нельзя быстро ходить, никаких резких движений, занятия спортом под запретом. В таком ритме Дмитрий живет с рождения, у него гемофилия. Проще говоря, не свертывается кровь, небольшой порез и уже кровотечение. Вот обычный человек, вы ходите, передвигаетесь, оступились, у вас ничего не бывает. Вот если я вступлю, то у меня сразу кровоизлияние в суставы происходит. Велосипедов избегают, активного отдыха, больше, наверное, ходьба, плавание, еще что-то подобное. Гемофилия неизлечима. Больным приходится всю жизнь принимать специальные препараты, которые повышают свертываемость крови. С таким диагнозом в Алтайском крае живет 160 человек, в том числе 50 детей. Все они находятся на постоянном контроле у специалистов в лаборатории патологии гемостаза краевой больницы. В настоящее время, после того, как заработала программа семейная залогия, то есть препараты, которые предназначены для лечения больных гемофилией, доступны, общедоступны. Поэтому существенных ограничений, в общем-то, не существует для этих пациентов. То есть они совершенно нормальные люди, после того, как поставить себе констрат когуляционного фактора. Ребенок с гемофилией может родиться даже у здоровых родителей. Спрогнозировать это заранее врачам пока не удается. Но зато они могут похвастаться другим. Благодаря разработке специалистов лаборатории гемостаза, в прошлом году алтайские хирурги первыми в России провели операцию на сердце больному гемофилией с врожденным пороком, при этом не допустив кровотечения. Таких операций в мировой практике было всего семь. Екатерина Питунина, Юрий Бирюков. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова